Живопись, керамика, изделия из меди, дерева и войлока, орнаментальная графика, келимы и вышивка. В этом году традиционная выставка мастеров творческого объединения Чаттердах стала еще более впечатляющей. В последние годы мы стали вместе с декоративным искусством представлять живописные работы в разных жанрах. С каждым годом работы моих учеников в жанре живописи становятся более зрелыми, более законченными. У каждого из них вырабатывается свой почерк, свой язык. Вот этим эта выставка отличается от предыдущего. Наша задача в том, чтобы достичь каких-то внутренних своих результатов и продвинуться в этом направлении. Поэтому выставка – это стимул большой, потому что потом своими работами автор общается со зрителями и видит реакцию. Вот что важно. Вдохновение для создания пейзажных картин на этот раз художники черпали на весеннем и осеннем пленэрах в Бахчисарае и Капсихоре. Свою работу под названием «Хырым или Арзулар. Мечты о Крыме» Екатерина Черная написала, вдохновившись стариной. Путешествовали по поселочкам Судака, и там очень много таких домиков старых крымско-татарских сохранилось. И они меня вдохновили на создание этой картины. Она получилась такая теплая, светлая, медовая. И именно поэтому, что она такая излучающее тепло, на мой взгляд, я ее назвала как «Мечты о Крыме». О тех временах, когда Крым был в безопасности, когда мы жили на своей земле счастливо и процветали. И здесь тоже все цветет и пахнет. С такими же чувствами создавала одну из своих работ художница Эдье Мустафаева. У меня сложилась такая композиция, чтобы запечатлеть уходящую старину и передать эту архитектуру домов. Также мы были в гостях в рамках этого пленэра, в гостях у Эльвиры Сархалил. Она нам спела песню «Геджилер». Эта песня меня очень вдохновила на создание гаммы, цветовой гаммы этого именно полотна. Поэтому как бы вечер в Капскоре. Каждая картина, представленная на выставке, имеет свою историю и заложенный автором глубокий смысл. Свои работы на выставку привезли и мастера декоративно-прикладного искусства. Моя задача максимально изучить наши традиционные формы и максимально воплотить их в жизнь. Чтобы у людей будущего поколения гончаров был наглядный материал, чтобы они могли изучать. Мастер медных изделий Рифат Куртвильев представил работу с интересной историей. Мастер дал вторую жизнь казану, который побывал в депортации и вернулся в Крым. Своими впечатлениями поделились и гости выставки. Я бываю на этих выставках и меня всегда поражает уникальность как каждого художника отдельно, так и в целом этой группы. Потому что они отличаются от других. Я понимаю, что это связано с их руководителем, Мамотом Чирлу. Название «Крымский стиль» вполне отражает все эти работы. Они посвящены Крыму. И потом здесь есть народность. Народность в хорошем смысле, в глубоком этого слова. Здесь есть чувство народа, чувство принадлежности, идентичность. Вот она просматривается в этих работах. И мне кажется, здесь есть любовь к своему народу и любовь к Крыму. Я не знаю, что это было. До конца апреля.